Всем привет! Меня зовут Владимир и я занимаюсь помощью животным. Сейчас вы можете видеть на экране тех животных, которые ищут новый дом. Надеюсь, у них случится новогоднее чудо и они найдут новую семью. Желаю всем приятного просмотра. Вот, хотел снять небольшое видео. Вчера не снимал, уже было поздно, да и свет выключили. Значит, мне кажется, у Дика хуже всего в данный момент переносится болезнь. Можно сказать, что все выздоровели. Вот тут часть лежит, спит. Вот, а Дик хрипит, кашляет постоянно. И у него, он не поел сегодня половину своей порции. То, что меня насторожило, поэтому такая вот проблема. Вчера, кстати, померил, температура была 40. Такая, скажем, гранично допустимая верхняя норма. Ну, норма, не норма, в общем, но верхняя граница. Я спросил у ветеринара, сказал отдать таблетку аспирина. Я дал 1,8, примерно маленький такой кусочек вообще, малюсенький. Сегодня температура 39,4 с утра. Вот, и мы посоветовали с ветеринаром, глядя на все симптомы, которые у него есть. В данный момент он сейчас спит. То есть, у него бледные, слизистые, вот здесь глаза. Я не хочу сейчас его трогать, просто объясняю. Вот, бледные, слизистые, затрудненное дыхание, сопли. Было решено уколоть антибиотик внутримышечно, причем не в холку, а в лапку. Вот, поэтому сейчас буду разводить антибиотик, колоть и надеюсь, что все пройдет. Вот, потому что он, конечно, кашляет и хрипит, и мне это очень не нравится. Хотел вчера его взять с собой, чтобы он спал рядом в тепле, но он потом ушел себе. Ну, полежал немного и ушел. Вот, такой вот он. У всех остальных вроде все нормально. Только еще Элвис тоже хрипит и кашляет, но он выглядит получше. То есть, ну, живее, так скажем. Ну, сейчас хотя бы не хрипит, когда лежит. Но если на спину перевернуть, вообще, сразу начинает хрипеть, и тяжело дышать становится ему. Ладно, все, будем лечить. Еще хотел показать, принес стол в комнату, недавно. И вот, все под столом сидят, спят. Пять щенков там возле батареи, остальные вот здесь, такие малыши. Посоветовались с ветеринаром, сказали сделать уколцев триаксона внутримышечно. Вот, но что удивительно, что когда мы его делали в лапку, она предупреждала, что собака будет пищать, там, ну, психовать, назовем это так. Но он вообще не пискнул, не дернулся, просто его положили, придержали. Он лежал, даже лапой не дергал. Без звуков, без всего. Она тоже сказала, что это странно, когда собака не реагирует на такие уколы. Надеюсь, все будет хорошо. Итак, ситуация по дику. Видите, как он сидит? Ветеринар сказал, что это поза, когда у собаки болит живот. Вот. И на самом деле он, видите, у него большой живот, круглый. Это он сегодня таким стал. Раньше все было нормально. И я сейчас вызвал такси, чтобы поехать сделать УЗИ. Потому что она сказала, что теоретически есть подозрение на асцит. Асцит – это когда жидкость наполняется. Ну, в данном случае в животе. Она бывает в разные места, но вот. И это не самостоятельная болезнь. Это как симптом какой-то другой болезни. То есть не лечит вот эту жидкость, а лечит то, что ее вызвало. Пойдем проверимся. Поедем, что с ним такое. А еще проблема в том, что у нас же свет выключают. И все вокруг электричества зависит от света. И УЗИ тоже. Если мы приедем туда и не успеем до выключения, то я не знаю, куда ехать дальше. У нас тут включили свет. И в теории на стационар ставить можно. Приехали в ветеринарку. И снова высохнутый язычок. Назовет операция язычок 3. Ай, он скользкий. Ну ты, конечно, зачем залезла? Так бы поймал. Ладно. Вот, Дик у нас наконец-то дома. Побыл в ветеринарке целую ночь. В одиночестве там. Но нам его отдали, потому что необходимости большой держать его там нет. Все рассказали, все показали. Итак, вот анализы биохимии и общий анализ крови. Кому интересно, кто в этом понимает, можете рассмотреть самостоятельно. И сами сделать выводы. Из того, что мне сказали, что у него повышены печеночные показатели. Но моя ветеринарша, с которой я общаюсь, она удивилась и сказала, что ей непонятно, с чего они там, ну, в принципе, должны быть повышены. Вот. Ну, судя по анализу крови, сказали, что есть воспаление, воспалительный процесс, назовем это так, в желудке. И судя по УЗИ это сделали. Вот. Живот у него уменьшился с вчерашних пор. Вот. И что нужно, будет ему вот, ну, назначение написали колоть антибиотик, продолжать всю неделю нужно. Также сиропчик прописали. Ну, лекарства, которые нужно принимать тоже. Я пока печеночные не покупал, пускай мне наша ветеринарша объяснит, ну, так ли это или не так. Вот. И, собственно, там для желудка я купил таблеточки, поэтому для желудка будем давать. А все остальное пока под вопросом. Ну, держим на контроле. Мята! Ой, Марта, господи, панда. Я уже путаю у всех вас. Что такое, Лили? А что случилось? Лили, что случилось? Он еще кашляет, конечно же, ну, естественно, что он не вылечился до конца, поэтому он кашляет. Сейчас я его достану, в первый раз будет. Знаете, когда в школу приходит ребенок после болезни, и его все встречают, я думаю, что будет то же самое. Сейчас откроем, посмотрим. Дик, выходи, тебя все заждались, как снегурочка. Кто это, интересный новенький такой? Ты уже был у нас? Костю. Вот так. Все, пацаны, девчонки. Вот, прошло несколько дней, Дик уже, мне кажется, полностью выздоровел, по крайней мере, он ведет себя как полностью здоровый парень. Он уже, и живот у него хорошенький, и настроение хорошее, игривое, и кушает, покажите. Все хорошо у него, и вот так у него все хорошо. Как можете заметить, кстати, вот у него хвостик, смотрите, сколько прикольный стал. Когда мы гуляли на улице, мы же его снимали, и говорили, что он будет перецветать, и собственно, вот он и перецветает, становится чуть-чуть другим. Дашка у него такая, темненькая. Скорее всего, мне кажется, тут будут светленькие бровки, а мордочка темненькая. Вот такой вот. Он очень ласковый, кстати. У него все хорошо теперь. Молодец, дичок. Выстрелок. Такой мальчик хорошенький. Еще небольшая проблема. Ну как, это не проблема, это пока он маленький. Просто хочу сказать, когда мы берем на ручки, иногда будет он, висит по ручку капель, поэтому, может, вот на диване, темные пятна, мы их вытерли, постарались, но они все равно заметны. Так что он, чтю. Так что он милашка. Еще на лапках у него такие веснушки. Слегка видно. Вот такой малый. Хорошенький. Молодец. Такой малыш. Заметил, что Тесса лежит на Триксе, как на подушечке. Ну, уже все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня у нас радостная новость О том, что Милка В прошлом, в девичестве Нэнси Сегодня поедет домой В свой новый дом Там у нее будет друг Уже достаточно взрослый Надеюсь, они подружатся вместе Такая вот она у нас малышка Вот И также Дину сегодня тоже заберут Но это на плановую стерилизацию Потому что по возрасту уже пора И также она будет продолжать жить С другой собачкой На передержке Не у нас, скорее всего Поэтому О дальнейшей судьбе Я, наверное, смогу узнать только В режиме общения с другими волонтерами Поэтому Если, может, кому-то она нравится Кто-то хотел ее уже забрать И не успел То ничего страшного Можете нам написать Позвонить И забрать ее Потому что она не уезжает в новый дом А всего лишь На плановую вот такую стерилизацию Такие дела у нее будут Я думаю, что все будет хорошо А также хотел сообщить о том Что для девушек Которые заберут собаку На сейчас Мы приготовили небольшой Новогодний подарочек В форме Почищенной мандаринки Сейчас она уже упакована И в термоусадочной пленке И просто в упаковочке в такой Если кому-то тоже хочется Такая мылка Можете ее заказать Оно будет стоить Около 100 гривен Весит около 90 грамм Поэтому Вот такой вот Запах мандаринки У нее тоже есть Часть денег, которые мы собираем С продажи мыла Идут на нужды наших животных Например, на покупку пеленочек Или на покупку корма Кому нравится Выбирайте Есть также другие формы Но сейчас готовы только это Это улыбка, как и батон У нас тоже Зубы Вот это Наружу И такой брал взгляд Мы привозили собачку сюда Другую на передержку На которую, слава богу, нашлись хозяева И я увидела мелку Она тогда была Наверное Раза в полтора меньше Вот И влюбилась в нее Вообще у меня слабость К пятистам Так что мы ее забираем домой Другую на передержку Другую на передержку Другую на передержку Для тех кто не знает Еще раз напомню Что это фора Мы тоже искали ей дом Но в наше видео Она попадала очень редко Так как мы в основном Занимались щенками Последнее время Но тем не менее Мы продолжали искать Для нее новую семью И размещали публикации О ней в фейсбуке И на других сайтах По поиску Новых семьи И по поводу Поиска хороших ручек Для собаки Вот И недавно Откликнулась Одна женщина Она написала мне Вайбер И оказалось Что она занимается Ну как можно сказать Как и мы волонтерством Тоже ищет собачкам Хорошие ручки И сказала Что на нашу фору Есть люди Готовы ее забрать То есть Я так понимаю У нее был запрос На похожую собачку И она просто увидела ее На новых сайтах Которые мы размещали И сказала Что готова ее забрать И простерилизовать В том числе Вот И проконтролирует Дальнейшее пристройство В семью Поэтому я Ссылку кстати На эту организацию На фейсбук Оставлю в описании Под видео Кому интересно Сможете зайти Посмотреть Кто это И чем они занимаются Вот И сегодня Буквально через Несколько часов Ее должны забрать Вот Поэтому я очень рад Этому факту Уверен Что она попадет В хорошие руки Думаю Что Смогу вам тоже Показать потом Видео или фото После того Как ее пристроят Я попрошу Чтобы вы мне тоже прислали И вы увидели Куда она попала Такая вот она Малышка Она очень Боязливая После той судьбы Которая была С ней Которая Где она жила И Я не знаю Не буду говорить Что с ней делали Что-то плохое Возможно Она просто Из-за вольерной жизни Такой вот Стала Как вы можете заметить Она немножко потолстела Потому что Мы с ней гуляли Не очень много И кормили Чуть больше порции Я вложил Чем обычно Потому что Она была худоватая А потом Знаете Как было Стала Посмотрел на нее И заметил Что она жирненькая Такая Поэтому Порцию сделали Обычную Вот Но тем не менее Я думаю Что сейчас Она в такой Скажем Максимально Хорошей форме Ну то есть Больше ей не надо Набирать А только Можно Похудеть Чуть-чуть Вот она Постоянно к человеку Ластится То есть Она Мы когда стоим Просто вот Если я буду стоять Она скорее всего Поставит лапы на меня И поднимется И снова Чтобы на нее Обратил внимание Погладил По поводу того Что мы не снимали Прогулки с ней Потому что В основном С ней гуляла Моя напарница Я оставался Дома со щенками В это время И Мы не могли Снимать Собственно В это время Одновременно А я еще В таком виде Ну можете заметить Немножко Грязный Потому что Сейчас на улице Погода такая Что мокра И я бы не хотел Чистую одежду Сейчас Одевать Испачкать Потому что Ну во-первых Грязь Во-вторых Я знаю Что хора Будет ставить На меня Лапы И Смысла Одевать Чистую одежду Нет Это для тех Кто может Написать Что ты снимаешься В клипах В грязной одежде Просто заранее Я вам говорю Что в данном случае У меня одежда Такая Потому что Я знаю Что она испачкается По поводу стерилизации Еще хотел добавить Очень маленькое Короткое слово Что мы Не делали ее В данном случае Форе Потому что Это не было Экстренным Для нас А нам сложновато Ну Сейчас мы живем Не в городе Как раньше И сложно С ветеринарками Туда нужно ехать В основном На такси А такси Это примерно Гривен Триста В одну сторону Как минимум Поэтому Я планировал Сделать как Если бы нашлись хозяева Обычные люди Например Я бы им сказал Подождите недельку Мы бы поехали Стерилизовали ее И отдали бы уже стерилизованную То есть Как бы Была бы уже Стерилизована Под хозяина А так как Нашлась женщина Которая готова Сама ее стерилизовать Тем более Она сама занимается Этим пристройством Поэтому я ей доверяю Я думаю Что она все сделает правильно И стерилизует фору И отдаст ее уже стерилизованной Можем не беспокоиться О том что Она Он пойдет куда нибудь В дальнейшее разведение Хотел добавить Что мы Если выезжали в ветеринарку То По достаточно экстренным вопросам Как в случае Дика было Когда он приболел Вот Вы видели И Непонятно что с ним было И когда мы Троих Малышей наших возили Самых маленьких В ветеринарку Тоже Когда они Плохо кушали А стерилизацию Я отложил Ну так скажем В долгий ящик Но тем не менее Я помнил об этом И просто Это было Неприоритетной задачей Чтобы тратить на это Ресурсы наши В данном случае Вот Мы пойдем домой Готовиться к ее отдаче И В принципе Надеюсь Получится снять Если не получится Не обижайтесь пожалуйста Я просто потом покажу Как она Уже в новой семье Себя чувствует Кто такая красивая девочка